Можно ли собаке давать кошачий корм? Можно ли кормить собаку кошачьим кормом, почему он им так нравится, чем это грозит и как отучить? В чужой миске еда слаще, наверное, именно так думают собаки, которые постоянно заглядываются на кошачий корм, а раз попробовав, требуют его постоянно. Естественно, у владельцев возникает масса вопросов по этому поводу. Отличие кормов для кошек и собак. В чем разница между кормами для кошек и собак? Внешне они могут показаться одинаковыми, но между ними существуют принципиально важные отличия, как собственно и в самой природе двух животных. Кошка не может подверживать жизнедеятельность, без мяса в рационе, она исключительный хищник. Собаки являются всеядными, они отличаются поведенческой и анатомической пластичностью, могут поедать и перерабатывать разнообразную пищу, способно выживать на растительной диете. Их полноценное питание подразумевает грамотное соотношение продуктов животного и растительного происхождения. Тип питания всегда отражен в составе кормов для разных животных. На вопрос, можно ли кормить собак кошачьим кормом? Ответ однозначный, можно, но не рекомендуется. Далее разберемся в вопросе подробно. Почему предпочтение на стороне кошачьего корма? Почему собаки едят кошачий корм? Карл Дэвис, профессор из колледжа ветеринарной медицины при Университете Джорджии, предположила, что они любят этот корм из-за более высокого содержания животного белка, который оказывает эффект на вкус. В то же время она подчеркивает, что животные не должны ориентироваться только на свои вкусовые предпочтения. Существуют и другие предположения. Возможно, собак привлекает то, что они с легкостью забирают корм у соседа из-под носа. Также может показаться привлекательным, что кошачья миска наполнена весь день и находиться в свободном доступе. Что же остается голодной собаке, только есть кошачий сухой корм? Все за и против кормления собак кошачьим кормом. Далее мы разберем случаи, при которых питомцам можно давать такой корм, а когда это категорически противопоказано, а также насколько это опасно. Аллергия на кошачий корм и другие противопоказания некоторым собакам кошачий сухой корм, как и влажный, противопоказан даже в виде редкого лакомства. Животным, страдающим аллергиями, особенно белковыми. Аллергия у собаки на кошачий корм может проявляться по-разному – расчьесы, сыпь, астма, атид, но самое страшное – развитие анафилактического шока. Особенно подвержены атопиям маленькие породы. Если однажды собака съела кошачий корм и у нее началась рвота, расстройство, колики, слабость или другие признаки несварения, следует забыть о нем раз и навсегда. Взрослым питомцам, ведущим малоподвижный образ жизни, пожилым и тем более больным особям кошачий сухой корм категорически противопоказан. Но не будем сильно сгущать краски, подавляющему большинству собак ничего страшного от поедания кошачьего корма не будет. Когда можно? Если собака съела кошачий корм, что делать владельцу? В первую очередь нельзя ограничивать животное в питье, переживая, что корм сильно разбухнет в желудке. Собака не цемента наелась, будет хуже, если гранулы пойдут по кишечнику полусухими и начнут вытягивать воду из организма. Но в целом, если у вашего питомца нет указанных выше противопоказаний, можете расслабиться, ничего страшного не случилось. А если кормить постоянно? Что будет, если собаке дать кошачий корм? Если один раз – ничего. Вопрос в другом, что будет, если постоянно кормить собак кормом для кошек? Рассмотрим основные особенности кошачьих кормов, которые влияют на здоровье собак. Корм может вызывать несварение в легкой или тяжелой степени. В составе содержится недостаточное для собак количество цинка и витамина Е, что приводит к снижению иммунной защиты организма, а также недостаточному усвоению углеводов и жиров. Организм кошки получает энергию из белков и жиров, тогда как собаки преимущественно из углеводов, которых в кошачьих кормах мало. Как результат наблюдается усталость и апатия. Дефицит клетчатки может привести к запорам и сопутствующим проблемам. Это не означает, что если при расстройстве собаки дать кошачий корм, то все придет в норму. Более высокое содержание протеина в дальнейшей перспективе приводит к поражению печени и почек. Если у животного уже есть такие проблемы или предрасположенность к ним, кормить собаку кормом для кошек нельзя. Кроме этого, избыток протеина у некоторых собак вызывает аллергию. В кормах для кошек обязательно присутствует вещество таурин. Эта кислота участвует в множестве процессов. У всех животных, кроме кошачьих, она синтезируется из аминокислоты цистеина. Одно из свойств таурина – повышение кислотности желудочного сока, поэтому его избыток у собак может вызывать изжогу, а впоследствии гастрит. Более высокий процент животных жиров нередко приводит к ожирению у наших четвероногих друзей. Состояние усугубляется другими проблемами, вызванными несбалансированным питанием. Как отучить собаку от кошачьего корма? Сомнений в том, можно ли собакам, кошачий корм уже нет, остается уверенность, лучше не нужно. Но ваш четвероногий друг очень его любит, запреты и уговоры не помогают. Срочно нужно принять серьезные меры, как отучить собаку есть кошачий корм, если вы использовали гранулы как лакомство во время дрессировок. Перестаньте это делать, попробуйте кормить животных в разное время или в разных комнатах. Возможно, для кошачьих мисок найдется место на возвышенности, например, на подоконнике. Ни в каком виде и ни при каких обстоятельствах собака не должна получать запретный плод. И если она отказывается от своей еды, может понадобиться такая жесткая мера, как голодовка. Если питомец начинает капризничать, ничего не ест, кроме кошачьего корма, сыграйте на ассоциативном мышлении. Насыпьте в миску кота собачий корм. Итак, можно ли собаке давать кошачий корм? Если строгих ограничений нет, и вы не боитесь, что питомец потом откажется от своей еды, то иногда можно. Постоянно кормить кошачьим кормом сухим или влажным категорически не рекомендуется, рано или поздно это обернется проблемами со здоровьем.